Валентина Сащенко в поселке имени Шмидта живет уже полвека. На здоровье не жалуется, но недавно, говорит, ногу прооперировали и на перевязке приходится далеко ездить. В поселке нет ни одной поликлиники, а здесь живут и маленькие дети. И еще, чтобы детского доктора сюда нам посадили. У нас в округе есть 15 детей от 10-летнего возраста. И у меня уже правнуки есть. Хотя бы раз в неделю, в месяц, два раза принимал бы. Людей услышали. Здесь откроется офис врача общей практики. Подготовительные работы по возведению модульного медицинского пункта почти завершены. Заливка основания на финальном этапе строители работают с опалубкой. На следующей неделе уже привезут модуль и начнется монтаж. Долгие годы для 2,5 тысяч жителей поселка Шмидта вопрос получения медпомощи стоял особо остро. Порой железнодорожные составы перекрывают оба выезда и в город просто не прорваться. Теперь для пациентов заработает здание на 150 квадратных метров. Я думаю, что нам район, город поможет, чтобы подключиться и максимально быстро, чтобы здание у нас не стояло коробкой, а сразу функционировало с водой, с отоплением, с охраной. Врач общей практики будет принимать каждый день. Сейчас решается вопрос о графике, по которому будут принимать узкие специалисты. Работать начнут с сентября. Но кроме столь необходимого медпункта в поселке Шмидта есть и другие проблемы. Нужно ставить детские площадки. За летний период, за эти месяцы мы еще две площадки разместим. Но здесь, конечно, важно будет мнение жителей. Там мы будем работать с общественным советом. Он здесь активный, стоит из людей неравнодушных, которые здесь уже и проживают. И люди очень сплоченные здесь в поселке живут. Поэтому выберем какие-то паритеты. И я думаю, что две площадки в ближайшее время здесь для деток местных появятся. Кроме того, здесь обещают открыть аптеку, привести в порядок дороги и благоустроить дворы. Марьяна Мирна, Алина Чемерис, Максим Гусев. События.